Изумительное сочетание тончайших медово-шоколадных... Наташ, мы снимаем. Своя балалайка там! Привет! Сегодня мы с вами приготовим знаменитый торт «Спартак». Изумительное сочетание тончайших шоколадно-медовых коржей с заварным кремом и секретным ингредиентом от меня. Сейчас я съем пару кусочков. Немножко. Пойдем-пойдем готовить. Готовы? Пошли. Для приготовления медового шоколадного бисквита вам понадобится 100 граммов сахара, 100 граммов яйца, 100 граммов меда. Я использую гречишный. 100 граммов сливочного масла, жирность не менее 82%. 350 граммов муки, 30 граммов какао-порошка, 5 граммов соды и 1 грамм соли. Если у вас нет весов в рецептуре, я прописала вам по граммовке в стаканах, ложками. В общем, уверена, любой из вас приготовит этот торт даже без весов. Шоколадно-медовый бисквит готовится на основе карамели. Первое, что мы сделаем, отправим сахар в сотейник с толстым дном. Огонь у меня выше среднего. И ждем появления темно-коричневой карамели. При этом сахар можно периодически помешивать. Лопатка должна быть термостабильная. Если вы хотите определять карамель по градуснику температуру, то это приблизительно 175-180 градусов. Но я больше ориентируюсь на такой визуальный результат. Это темно-коричневый цвет и аромат карамели с легкой горчинкой. Как только вы получите темно-коричневую карамель, снимите сотейник с огня и добавьте сливочное масло. Сливочное масло может быть комнатной температуры, может быть из холодильника. В принципе, это не столь принципиально, оно практически моментально растопится в этой карамели. В карамель со сливочным маслом мы добавляем теперь мед. Перемешиваем. Верну на несколько секунд, буквально до одной минуты на огонь, для того, чтобы у меня масло объединилось с карамелью и медом до однородной консистенции. Переливаю медовую карамель в миску. Сейчас будет магия. Добавляем соду и она гасится у нас кислотой, которая есть мед. Сюда же добавляем яйца. Я специально перелила из сотейника в миску. Миска забрала на себя, немножко забрала тепло. Если вы чувствуете, что масса еще очень горячая, температура выше 60 градусов, то яйца пока не добавляйте. Оставьте буквально на 1-2 минуты, чтобы яйца не свернулись. Яйца добавляем, перемешиваем. Отставлю на пару секунд в сторону. Мука, какао-порошок и соль. Перемешиваю. И, используя сито, засыпаем сухие ингредиенты к нашей заготовленной карамельной яичной массе. Не забывайте, если вы используете какао-порошок, его всегда обязательно нужно пропускать через сито. Хоть он и выглядит как сухой ингредиент, все-таки он мокрый и довольно-таки жирный. Поэтому может комковаться. Вымешиваем до однородной консистенции. Хочу руки испачкать. Эть! Можно правой рукой домесить. Муку добавлять не нужно. Когда тесто у вас горячее, теплое, оно может немножко липнуть к рукам. Как только оно остынет, ничего к рукам не прилипнет. Поэтому не добавляйте лишнюю ненужную муку. Вымешивать тесто не нужно. Как только у вас вся мука увлажнилась, все, этого достаточно. Делю тесто на 8 равных частей. Накрываю пищевой пленкой, чтобы оно не заветрилось. И буду брать по одному кусочку и раскатывать его на пергаменте. Друзья, больше рецептов вы найдете на моем YouTube-канале, сайте, а также в моих книгах о кондитерском искусстве. Книга проще простого состоит из 50 десертов. Здесь 250 страниц и более 1000 пошаговых фотографий. Здесь привычные нам Наполеон, Медовик, Эстерхази, сырники, блинчики, сочники и много всего другого. Книга от простого к сложному состоит из 130 рецептов, более 250 рецептур, 1500 пошаговых фотографий. Это французская классика, а также авторские десерты. Это и песочное тесто, слоеное, дрожжевое, заварное, раздел с макаронами, всеми любимыми. Ну, очень много всего полезного, интересного. В общем, обучайтесь с удовольствием и давайте готовить вместе. Включаем духовку на 180 градусов с конвекцией, с обдувом. Берем пергамент, кусочек теста, скалка и раскатываем тонким слоем. Можно вот так вот поворачивать пергамент. Слой у нас буквально несколько миллиметров. Торт будет диаметром 22 сантиметра. Собирать мы его будем вот в такой разъемной форме. Я сейчас возьму дно от этой формы, чтобы замерять, какой диаметр бисквита должен быть. Так, отлично. Открыть. Чуть срежу. И после выпекания еще раз подрежу край. Сделаем вилкой такие проколы, чтобы наши коржи не вздувались. Не пересушите коржи в духовке, иначе они никогда не пропитаются у вас кремом, какой бы влажным он не был. Поэтому буквально 4 минуты максимум в духовке, 180 градусов. Отправляем выпекать. У меня обычно этот процесс так. Я отправляю один противень в духовку, ставлю 4 минуты, следующий раскатываю, снова заправляю. Вот за это время у меня чередуется. Один достаю, другой закладываю. Буквально до получаса, и у меня все коржи готовы. Может, даже меньше, минут 20 максимум. Так, еще один раскатаем, да? Да, да, да. Опа, уже готов. Готов. Пошел следующий. Теперь, пока он еще горяченький, прикладываем форму, в которой он будет находиться у нас, и срезаем все лишнее для того, чтобы украсить торт, задекорировать. Край, он всегда посуше, поэтому он остынет, и как раз мы его используем для приготовления крошки. Следующий раскатываю. Все, теперь я бегу не суп. Вуаля, 8 коржей готовы. А пока они будут остывать, я приготовлю крем. Итак, нам понадобится 500 мл молока, 3 желтка, это 60 граммов, 100 граммов сахара. Сахар можете скорректировать, дело в том, что коржи у нас не очень сладкие, поэтому крем я делаю более сладкий. 20 граммов кукурузного крахмала, 20 граммов муки, 40 граммов сливочного масла, жирность не менее 82%, и сметана. Сметану я использую 15 или 20%, в данном случае у меня 200 граммов сметаны, жирность 20%. Итак, молоко отправляю в сотейник, включаю средний огонь, желтки, сахар, растираю желтки с сахаром. Здесь не нужно взбивать, здесь нужно просто растереть желтки с сахаром, чтобы желтки посветлели. Кукурузный крахмал и мука. Все это перемешиваем, у нас получается такое тесто, как на оладушки. Это где же ты такие оладушки видела это тесто, скажем? Добавляем сюда буквально 1 треть молока, оно уже теплое. Перемешиваем. И возвращаем все в сотейник к оставшемуся молоку. При постоянном помешивании доводим массу до кипения, и нам очень важно заварить крахмал. Как только закипит, буквально еще 30 секунд, попробуйте, не ощущаете крахмал, можно снимать с огня. Постоянно помешивайте. Заварной крем готов. Снимаю с огня. Добавляю сливочное масло. Готово. Перекладываем крем в миску. Пока крем еще горячий, мы добавим сюда сметану. Чем вы можете заменить сметану? Первое. Это крем-сыр. Его нужно добавить на этом же этапе. Мне больше всего нравится вариант с маскарпоне. Кстати, рецепт домашнего маскарпоне вы найдете на моем YouTube-канале. Отправляем холодную сметану. Перемешиваем. Я, кстати, сталкивалась со многими рецептами этого же торта. И на этом этапе вместо сметаны часто добавляют сливочное масло. Так вот, если мы добавим сливочное масло, коржи могут не пропитаться. Потому что сливочное масло, попав в холодильник, начнет твердеть, застывать. И иногда бывает, что коржи просто не допитываются. И торт получается не таким сочным. Поэтому рекомендую вам все-таки заменить на сметану, маскарпоне или крем-сыр. Крем готов. Можем собирать торт. Не нужно дать, пока он там остынет. Он слегка теплый еще. Это нормально. Разъемная форма диаметром 22 сантиметра. На дно укладываем пергамент. Вот так. Первый пошел. Неважно, какой стороной вы его сюда положите. Три ложки крема. Как я уже говорила, этот торт можно назвать шоколадный медовик. Разравниваем. Кстати, в моей книге проще простого вы найдете много классики. В том числе и классический вариант медовика, а также медовик с клюквой. Следующий корж. Кстати, по количеству коржей нет какой-то четкой рекомендации, сколько же их должно быть. Их может быть и 8, и 15, и 25. Кстати, напишите мне в комментариях, какой вид крема используете вы для приготовления именно этого торта «Спартак». Готово. Накрываем пленкой в контакт, чтобы крем не заветривался. В контакт – это когда пленка плотно прилегает к крему или муссу. Вот так. Если вы этого не сделаете, у вас на поверхности образуется неприятная корочка. И убираем наш торт в холодильник, чтобы он пропитался. Часов 5-6 будет достаточно. Торт провел в холодильнике 5 часов. Достаем, снимаю пленку. Достаем торт из формы. Самый простой и легкий способ задекорировать этот торт – сделать из оставшихся кусочков, которые у нас остались от коржей, сделать вот такую крошку. Я просто, используя терку, протерла до состояния вот такой крошки. Такой тяжеленький. Проворачиваю торт и присыпаю крошкой. И присыпаю верхушку. Кстати, у меня к вам будет просьба. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Вот я долго думала, чем же можно задекорировать этот торт. И, в принципе, кроме как вариант вот такой вот медово-шоколадной крошки, мне ничего другого в голову не пришло. Потому что я стараюсь декорировать именно тем, что есть у нас, вот какие ингредиенты. Есть у нас в изделии, в торте. Может быть, у вас есть какие-то идеи придумать декор вот из тех ингредиентов, которые у нас есть в этом изделии. Переставляю на презентационную тарелку. Наш торт готов. Отрежу кусочек. Тут уже вся съемочная группа. Слюньки, слюньки подбираем. Он прекрасно пропитался. Это идеальный вариант крема. Идеальный вариант праздничного торта. Красота! Три, четыре. Все, я не могу, у меня нет уже. Все, настрой, настрой сбит. Это очень красиво и очень вкусно. Сейчас я буду всех угощать. А вы обязательно приготовьте этот десерт. Комментируйте, подписывайтесь на мой канал. И давайте готовить вместе. Пока. Ну. И политики. А, ребята. А, друзья. А, настрой. Игра. Игра. Это, почему.